Сегодня под председательством главы нашей республики Владимира Абдулевича Васильева состоялось заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в нашей республике. Было принято решение с понедельника 15 июня перейти на первый этап снятия ограничения. Главный государственный санитарный врач по республике Дагестан Павлов Николай Николаевич, проанализировав динамику эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в республике Дагестан, учитывая соответствие основных показателей, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19, критерием методических рекомендаций Роспотребнадзора внес следующие предложения. Принять решение об отмене ряда ограничений, введенных на территорию республики Дагестан, указом главы республики Дагестан от 18 марта о введении режима повышенной готовности. На работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 квадратных метров при наличии отдельного наружного уличного входа в объект торговли. Также будет разрешено многоэтажным торговым центром организовать работу первых этажей при наличии отдельного входа и торговой площади до 400 квадратных метров при соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий, массового режима, дезинфекционного режима и социального дистанцирования, в том числе нахождение в торговом зале посетителей при условии соблюдения расстояния между ними не менее полтора метра, нахождение у каждой кассы не более двух посетителей при условии соблюдения расстояния между ними и работниками магазина не менее полтора метра, в том числе путем нанесения соответствующей разметки. При одновременном нахождении в торговом зале магазина лиц расчета 1 человек на 4 квадратных метра ограничение доступа новых посетителей в магазин. Также на предоставление бытовых коммунальных услуг, работу салонов красоты без оказания косметологических услуг, соляриев, парикмахерских на одно рабочее место, косметических, в том числе маникюра и педикюра. Оказание услуг каждому посетителю должно проводиться по предварительной записи соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними. В отдельных кабинетах, в условиях соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, конечно же массового масочного режима, дезинфекционного режима и социального дистанцирования. Все это распространяется также и на работу прачечных и химчисток при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе приема по одному клиенту с обязательным соблюдением расстояния от сотрудника до клиента не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения соответствующей разметки. Далее на работу ателье при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе обеспечения приема по одному клиенту и соблюдения расстояния от сотрудника до клиента не менее полтора метра, в том числе путем нанесения соответствующей разметки, как и в вышеуказанных пунктах, которые я озвучил, при минимизации необходимости проведения примерок. Далее все это распространяется на работу бань, саун при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе организации обслуживания по предварительной записи, соблюдением временного интервала между сеансами не менее 20 минут между посетителями при исключении контакта между ними. Исключение ожидания посетителей внутри бани, сауны, запрет на использование купелей и бассейнов, организация посменной работы сотрудников. В связи с переходом на первый этап снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19, становятся возможными прогулки на улицах, в парках и скверах не более двух человек вместе, при условии соблюдения масочного режима, социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей. Разрешаются также занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе и открытых стадионах при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимся не менее пяти метров. Я хотел бы поблагодарить наших граждан за то, что они соблюдали условия самоизоляции. Все это позволило нам снять ограничения в рамках первого этапа и вернуться к работе магазинов непродовольственной сферы, учреждений бытового обслуживания. И мы еще раз обращаемся к вам с просьбой, чтобы все предписания Роспотребнадзора выполнялись. Это позволит нам и в дальнейшем перейти к следующим этапам и обеспечить нормальное функционирование всей системы жизнеобеспечения наших граждан. Здоровья вам всем! Продолжение следует...